Всем привет! С вами доктор Абрамян. Сегодняшняя наша тема достаточно интересная. Это комбинированная риносептопластика или комбинированная риносептопластика с конхотомией или риносептопластика с конхотомией с удалением полипов. Значит, так называемая эстетическая риносептопластика и функциональная риносептопластика. Я сегодня буду говорить не в развернутом варианте Я буду говорить о допустимости, о возможностях комбинации этих операций Как вы знаете, некоторые пластические хирурги делают и функциональные операции И пластические, и эстетические Некоторые делают только пластические Значит, те, которые пластические хирурги, которые не оперируют перегородки То есть не владеют навыками лор-врача, лор-хирургии Чаще всего говорят, что сначала надо делать одно, потом надо делать другое Например, сначала надо делать эстетику, вот поставили нос как положено А потом ведете к лор-врачу и делаете все как положено Значит, я на такие ситуации отвечаю следующим образом Знаете, операции можно и нужно комбинировать Конечно, если вы выбрали пластического хирурга Очень хотите оперироваться у данного пластического хирурга И он, к сожалению, не обладает навыками лор-хирургии Конечно же, здесь вариантов вам не остается, как разделить на два этапа Сначала делать одно, потом делать второе Но в моем случае, как я работаю с моими пациентами, я это делаю в комбинации Во-первых, я сам владею фактически всеми навыками лор-операции Во-вторых, я работаю в команде с лор-врачом Дело в том, что все-таки пластические хирурги не так часто делают вот эти функциональные операции И лично в моей практике я весь этот сегмент отдал лор-врачу С которым я работаю уже многие годы, более 10 лет Мы работаем в команде Сначала он делает свою работу, а потом я приступаю делать свою работу Или наоборот, ну, например Возьму, например, последний случай У меня была переделка неудачно соперированной в другой клинике носа Я сначала переделал эту работу Потом лор-врач приступил к закрытию перфорации носовой перегородки И к эндоскопической конхектомии Перед этим была достаточно интересная операция У пациентки, значит, был полипоз в верхночелюстных пазухах, в лобных пазухах и так далее Полипоз был спровоцирован после пломбировочного материала Во время пломбировки зуба нанесли в синусовую пазуху или в верхночелюстную пазуху пломбировочный материал Дальше все вот этот процесс разрастранения началось Значит, сначала лор-врач также у пациентки была искривлена перегородка Он сначала сделал перегородку Потом удалил эндоскопическим путем полипы Удалил пломбировочный материал Сделал эндоскопическую конхотомию Потом я уже приступил к эстетической хирургии И что самое интересное и удивительное Это все мы делаем абсолютно закрытым путем То есть, в послеоперационном периоде нет никаких видимых ран Да, бывают отеки, синяки, которые достаточно быстро проходят Исходя из моей практики, конечно же, эти операции можно и нужно проводить вместе Да, они немножко затягивают Они иногда бывают, что на полтора, на два часа затягивают операцию Но ничего страшного нету Зато одномоментно вы делаете Вы выигрываете как время наркоза Вы выигрываете так и время, так и реабилитация Вот этот дискомфорт, который может потом причинить В результате или эстетической ринопластики Или функциональной ринопластики Поэтому, конечно, я вам рекомендую Эти операции комбинировать в обязательном порядке Будут вопросы? Пишите Так что встретимся До новых встреч Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok